Новые квартиры в обмен на старые. Такая формула переселения звучит обнадеживающе, но только не для жителей будущего жилого комплекса Одинцова-1. Владельцы и наниматели квартиры бывшего военного городка 315 выступают против проекта реконструкции предложенного компанией ПИК, а именно сроков переселения, которые отодвинуты на вторую очередь строительства. Проект планировки Одинцова-1 был одобрен градостроительным советом Московской области. В общей сложности под переселение попадают почти 600 семей. На улице Ракетчиков у нас понадлежит сносу 46 жилых домов. Причем хочу подчеркнуть, они не аварийные, а морально уставившие. Мы четко здесь понимаем. В этих домах на сегодняшний день у нас учтено 589 семей. Это 1962 человека. По тем планам, которые нам представил застройщик, и сегодня мы будем вместе с вами рассматривать, в первую и вторую очереди возможно будет отселение жителей жилых домов номер с 3 по 18, а также домов 52, 53, 56 и 57. В начале коммерческое жилье, потом социальное. Такой алгоритм действий предлагают представители застройщика. Новый микрорайон Одинцова-1 – это почти полмиллиона квадратных метров с приростом населения до 24 тысяч. Из социальной инфраструктуры школа на 1160 мест и детский сад на 350. Благоустроенная территория, паркинг. В общем, город в городе с одним «но». Переселение жителей начнется не раньше 2019 года. Начало переселения, второй квартал 2019 года, то есть с июля месяца мы планируем начать. Каждый сидящий в зале хочет видеть свою квартиру и конкретный срок, когда готовится к переезду. График. Мы об этом говорили два месяца назад. График есть. Его дальнейшая, скажем, более подробная его разбивка. Также нами готовится. И по мере того, как жители достигают соглашения, мы этот график уточняем. Мы, когда вас сюда приглашали, мы, собственно, предупреждали, что будет вопрос остро стоять о графике переселения. И до этого была договоренность сделать подробный график. Пока мы видим только общие фразы или общие цифры. Вместо долгожданного графика переселения группа компании «ПИК» представила администрации и жителям планировки квартир и заверила. Новое панельное жилье будет строиться по усовершенствованным технологиям. Нанимателям квартиры будут предоставлены по норме – 18 квадратных метров на человека. Собственникам положено жилье того же метража, который был в наличии. С каждой семьей будем работать индивидуально. И с каждой семьей будем смотреть наиболее приемлемые варианты. Еще один острый вопрос – частные дома. Александр Иванович, офицер в отставке, несколько лет назад своими руками построил дом. Теперь, согласно проекту реконструкции, он должен переехать в квартиру. Я положил свои силы и так далее. Положил и средства всю жизнь практически. Это единственное, что у меня есть. Понимаете, да? Я узаконил его. Все сделал по закону. Свидетельством все есть. У меня вопрос. Ни разу тут не сказали, а что же с частными домами, да? Если у вас есть право собственности, приходите к нам. Мы пригласим компанию «ПИК», если у вас не получается с ними взаимодействовать. И дальше уже будем, исходя из правоустанавливающих документов, определяться, как дальше двигаться. Жители и застройщики должны найти компромисс. Такую позицию занимает администрация. Глава района Андрей Иванов подчеркнул, что в первую очередь должно быть предоставлено жилье под переселением. Все замечания и проблемы, озвученные на встрече, были переданы представителям компании «ПИК». Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания «Отенцова». Продолжение следует...